Власти ДНР оценивают число жертв противостояния на юго-востоке Украины в 3000 человек. Об этом заявил премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Ночью под Славянском, несмотря на перемирие, объявленная Порошенко, произошло боестолкновение между украинскими нацистами и бойцами народного ополчения. По сообщению очевидцев, в районе поселка Мирное погиб целый взвод нацгвардии. Кроме того, ополченцам удалось захватить одну бронемашину, один миномет-василек с полным боекомплектом, одну установку фагот и несколько автоматов. В Артемовске фашисты обстреляли рейсовый автобус. Погиб водитель и женщина, находившаяся в нем. После нескольких выстрелов в лобовое стекло водитель потерял управление и врезался в гараж одного из частных домов. Он погиб на месте. Женщина скончалась в хирургическом отделении от тяжелых ранений. Донецкая Луганская Народная Республики планирует свою самостоятельность. Республики одобрили Конституцию и начинают государственное строительство. Планы на ближайшие два года, а также возможности взаимодействия с Киевом и Москвой эксперты обсудили во время круглого стола. Сегодня стример Влад на свободе. Напомню, 16-летний юноша более двух суток провел во вражеских стенах. По предварительной информации, стример был схвачен боевиками нацгвардии во время встречи с семьей. Затем он был передан в СБУ города Запорожья. Благодарим всех, кто принял участие во флешмобе «Свободу стримеру Владу». Отдельную благодарность выражаем федеральным каналам. Подробности похищения Влада будут известны во время его скайп-включения. Ожидайте эфир на новостной ленте Анна Ньюс.